Фил, каковы ваши ожидания текущих трендов роста доходов мобильных операторов? Каких стратегий, на ваш взгляд, будут придерживаться операторы в перспективе до 2020 года? В данный момент рынок предъявляет мобильным операторам много безответных вопросов. Рост доходов существенно замедлился по всему миру. В этом году мы ожидаем цифры роста на уровне 2%. Такой темп явно не внушает уверенности в отношении продолжения инвестиций в развитие операторских сетей и в расширении бизнеса в целом. Мы надеемся, что в перспективе до 2020 года темпы роста несколько возрастут. Хотя и не видим сколько-либо значимых катализаторов, которые могли бы резко повысить их, скажем, до 10%. Как я уже сказал, этот рынок в данный момент бросает много вызовов, ставя вопросы, ответы на которые пока не найдены. Текущая ситуация на рынке диктует позиционную стратегию для игроков. Операторы вынуждены искать узкие специализированные ниши, которые будут хоть сколько-нибудь прибыльными. Интеллектуальный биллинг, работа с контентом, партнерство с другими игроками этого и смежных рынков. Попытки сделать подключенным автомобильный транспорт и ввести автостроение в сферу интересов мобильного рынка. Иными словами, вместо массового прорыва сейчас существует множество маленьких лазеек для повышения доходности. И это происходит на фоне того, что абоненты в общей массе тратят на мобильную связь все меньше и меньше. Поэтому многие из этих нишевых возможностей заработка скорее нацелены на компенсацию недополученного дохода от снижения абонентских расходов на мобильную связь, нежели на создание новых источников дохода. Да, вне всякого сомнения, на рынке сейчас идет драка. Вследствие жестокой конкуренции участники рынка вынуждены буквально выживать на грани рентабельности. В результате на многих рынках динамика резко упала. Быстрый оборот средств стал невозможен. И операторам пришлось скорректировать свои стратегии с учетом возможности получения прибыли лишь в средней и долгосрочной перспективе. Давление на операторов возрастает. Они должны инвестировать все больше в то, чтобы привлечь новых клиентов. Их приходится субсидировать, представляя на контрактной основе новые продвинутые смартфоны, снижать тарифы на передачу данных, чтобы приучить абонентов пользоваться новыми цифровыми сервисами. В общем, в данный момент на нашем рынке очень напряженная обстановка. У операторов есть выбор. Существует несколько опций, и оператор может выбрать наиболее подходящую ему стратегию. Например, это может быть стратегия сетевого игрока. Построив самую крупную, производительную и эффективную сеть с наименьшей из всех возможных стоимостью владения, оператор сможет выигрывать за счет предоставления самых дешевых на рынке услуг по передаче данных и бить своих конкурентов ценами. Второй вариант – стать платформенным вендором. Такой оператор выходит в рынок как владелец платформы, предоставляющий разнообразные телевизионные, вещательные, игровые сервисы и обладающий всеми необходимыми лицензиями. Как вариант, вы можете создать собственный сервисный бренд. Такой оператор перестает воспринимать систему сотовой связи с технической и утилитарной стороны, и начинает думать о ней как о рынке брендов, подобном рынку вещей и одежды премиум-класса, на котором играют такие бренды, как Nike и Gucci. Я не думаю, что сумочка от Gucci лучше любой другой качественной вещи без модного логотипа. Однако владелец бренда добился того, что смог продавать ее в несколько раз дороже небрендовых аналогов. И мы видим, что некоторые операторы направляют свои усилия именно в сферу маркетинга, сосредотачиваясь на построении и укреплении бренда. Посыл такого оператора к абонентам – идите ко мне, поскольку именно такие операторы должны обслуживать исключительные сегменты заказчиков. Таким образом, операторы фокусируются на одной из таких стратегий, либо выбирают комбинацию из нескольких. Но, тем не менее, прогресс очень и очень медленный. Помимо этого, некоторые операторы идут в 4G, и мы видим, что для ряда рынков это также очень хорошая возможность преуспеть. Однако требуется приложить много усилий, чтобы построить историю успеха на 4G, и внятно объяснить абоненту, почему он должен сменить свое оборудование и перейти на 5-гигабайтный тарифный план вместо имеющегося 500-мегабайтного. Есть ли у мировых операторов какие-либо долгосрочные визионерские стратегии, которые уже работают? Если взять три перечисленных мною стратегии, мы видим сильных лидеров в каждой из них. Возьмем такой рынок, как Южная Корея. Хотя местные операторы используют понемногу от каждой стратегии, ясно виден превалирующий тренд к сегментации и мелкому дроблению целевых групп заказчиков. Каждый оператор строит свой бренд с четким фокусом на целевую аудиторию, будь то женщины, студенты или бизнесмены. Часто различные бренды, работающие с одним сегментом, встречаются внутри одного оператора. Все они несут очень четкий посыл своего предложения целевой аудитории, и это помогает им четко позиционировать свои ценности. Кроме того, внутри каждого тарифного плана предлагается огромный выбор различных дополнительных сервисов, пользование которыми формально бесплатно. Я могу выбрать тематику по своему интересу, например, бейсбол, или я могу смотреть IPTV на своем мобильном телефоне. Пока мой трафик находится в рамках выбранного тарифного плана, я не плачу за эти услуги. Но в один прекрасный момент я осознаю, что это удобно, и существующего 5-гигабайтного тарифного плана мне уже не хватает. Я переключаюсь на следующий тарифный план, скажем, 10-гигабайтный. Таким образом, встроенный функционал, встроенные сервисы, которые находятся внутри тарифного плана и которыми можно до определенного предела пользоваться бесплатно, на самом деле стимулируют рост потребления трафика и подталкивают абонента к покупке более дорогих гаджетов и тарифов. Если назвать поименно, то особенно сильны такие игроки, как Корея Телеком и СК Телеком. Очень сильным игроком является также и SoftBank – японская телекоммуникационная и медиакорпорация, работающая в области ШПД, обычно из сотовой телефонии, маркетинга и брендинга. Подход данного оператора заключается в приобретении и консолидации под собственным брендом всех нишевых игроков, находящихся в разных местах стоимостной цепочки и добившихся успеха в области предоставления интернет-услуг, управления контентом, в области игр, электронной коммерции и так далее. Таким образом, собственно, мобильный доступ становится очень небольшой частицей того, что делает оператор. Каково ваше мнение о европейских операторских группах, включая телефонника Orange и T-Mobile? Основной вызов, с которым сталкиваются европейские рынки, особенно рынок Западной Европы, заключается в том, что операторы испытывают такое сильное конкурентное давление, что вынуждены буквально выживать, максимально снизив свою прибыльность, чтобы оставаться привлекательнее для клиента. Да, это несколько неисправедливо, но все должны каким-то образом сдерживать свои расходы, чтобы оставаться в конкурентном поле. Что касается характеристики отдельных операторов, то, например, телефоника, отличает успешная работа с вертикальными сегментами и интересный, нестандартный взгляд, направленный за пределы чисто мобильного бизнеса. Курс на создание добавочной стоимости за счет вывода новых услуг и привлечения партнеров. Deutsche Telekom, в состав которого входит мобильный оператор T-Mobile, является сетевым игроком. Он впечатляет своими успехами по расширению географических масштабов и повышению качества работы своей сети. Этот участник рынка показывает пример успешного развития оператора, избравшего сетевую стратегию. Так что интересных игроков, с которых можно брать пример, много. Фил, а что вы думаете о российских операторах? Что мне нравится в российском мобильном рынке, это тот уровень сегментации, на который вышли российские операторы. Они словно атакуют каждый свой избранный сегмент. Если вы приедете в Великобританию и попытаетесь приобрести тарифный план местного оператора, вам, скорее всего, предложат 3-4 тарифных плана, совершенно не различающихся от оператора к оператору. И совсем не важно, кто вы, преуспевающий бизнесмен или студент с 20 евро в кармане, и тому и другому предложат выбор из 4 тарифных планов. В то же время в России подход операторов к ценообразованию гораздо более гибок. Мне кажется, они больше думают о том, как найти подход к менее платежеспособным слоям населения, которые не могут позволить себе 300-долларовый тарифный план, но тоже хотят пользоваться дополнительными услугами и выходить в интернет. Например, для них придумывают бесплатный доступ к одной-двум социальным сетям, таким образом стимулируя их к пользованию сетевыми сервисами. Это очень важный вопрос, как заставить абонента выйти в сеть с мобильного телефона. И мне кажется, российские операторы успешно решают его. Второе, что мне нравится в российских сетях, распространенность предоплатной системы. Оператор не старается подсадить абонента на год или на два, давая ему возможность выбора. Таким образом, операторам приходится постоянно наращивать качество обслуживания с тем, чтобы обеспечить положительный пользовательский опыт. Иначе ничем не привязанный абонент просто уйдет к другому оператору. Таким образом строится операторский бренд, основанный на лояльности абонентов. Да, но в этом и проблема. Операторы не спонсируют дорогие смартфоны, как на Западе. Если бы цены на смартфоны были ниже, их бы продавалось гораздо больше. Я бы не рекомендовал операторам, которые еще не субсидируют продажи смартфонов, активно вступать в этот бизнес сейчас. Я считаю, что сила российского рынка как раз в его структурированности. Трубки отдельно, сервисы отдельно. И в результате абонент ясно осознает стоимость того или другого компонента. Он может выбрать в покупке то оборудование, которому нравится, и по карману. И независимо от этого, выбрать сервис, отвечающего индивидуальным запросам. В противовес этому, продажа смартфонов с операторской субсидией часто не оставляет пользователю выбора. Он либо покупает свой любимый гаджет, но получает в довеску тариф, который ему не нужен. Либо выбирает подходящий тарифный план, получая в нагрузку ненужное устройство. Модель продаж, устоявшаяся в России, позволяет независимо решить обе части уравнения. Поэтому, на мой взгляд, является более перспективной. Западный рынок смартфонов сильно испорчен как раз той системой субсидирования, которая применялась на нем. В то время как цены снижаются, и сейчас уже можно найти очень приличный смартфон по цене около 100 долларов. Как, по вашему мнению, можно увеличить низкое в 10 долларов ARPU в России? Это проблема для всех операторов, независимо от страны. Как повысить ARPU? Как заставить абонентов платить больше? Во-первых, нужно стремиться продать как можно больше услуг по передаче данных. Это ключевая часть решения проблемы низкого ARPU. Кроме того, в определенной мере, это и развитие тех гаджетов, которыми пользуются абоненты. Многие операторы, с которыми мы говорили, отмечают также важность устройств, которыми обладает абонент. Когда у каждого по два-три мобильных устройства, пусть и привязанных к разным аккаунтам, это неизбежно повышает степень пользования операторскими сервисами. Многие операторы в разных географических рынках создают комплексные тарифные планы. В базовую оплату входит пользование смартфоном, но за несколько дополнительных долларов в месяц я могу подключить и планшет, и модем к тому же аккаунту. Это лишь маленький шажок на пути к тому, чтобы объединить все устройства каждого пользователя в одну армию и стимулировать абоненты перейти с 12-долларового тарифного плана на 15-долларовый. Но не сразу, а постепенно мелкими поступательными шагами. Мне кажется, это скорее вопрос экономики в целом, и дело не только в наших покупательских привычках. При нынешнем уровне экономического развития многие пользователи в России просто не могут позволить себе тратить 20-30 долларов на услуги связи. В определенной степени макроэкономика, конечно, влияет и на мобильный бизнес. В Европе и по всему миру в настоящий момент наблюдается относительный спад или стагнация. Поэтому вряд ли реально сразу обеспечить рост платежей на 50%. У клиентов попросту нет этих денег, чтобы тратить их на мобильную связь. Речь идет о другом, о расширении рыночных зон влияния, на которых играет мобильный бизнес. Например, абонент может быть не готов тратить свыше 10 долларов в месяц на голосовые разговоры и СМС. Но при этом, вместо того, чтобы ходить раз в месяц в кино, он захочет подключиться к онлайновым OTT-сервисам, таким как Google Play или iTunes. И мобильный оператор здесь также может сыграть свою роль. Вот о таком проникновении в другие смежные сегменты рынка и идет речь. Операторы должны задуматься о том, как выйти из чисто мобильного сегмента и начать играть на смежных рынках. Образно говоря, они должны задуматься о том, как залезть в другой отдел кошелька абонента и побудить его прямо или косвенно потратить эти деньги в мобильном домене. Аналогичным образом стоит вопрос о том, чтобы вообще отвлечься от кошелька абонента и попробовать дотянуться до кошельков других участников рынка. Стремление войти в автомобильный сектор – один из ярких примеров этого. Вы устанавливаете мобильное устройство в подключенной машине и к вам начинают понемножку поступать платежи не только от владельца автомобиля, но и от всех участников стоимостной цепочки, задействованной в N2M-проектах. Мы совсем забыли о рынке инфраструктуры. Расскажите, пожалуйста, о вашем видении инфраструктурного рынка и о прогнозах на 2014-2020 годы. Если вы пройдете по всем павильонам выставки и посмотрите, что показывают поставщики инфраструктурных решений, то вы поймете, что их предложения, по сути, сводятся к двум-трем основным идеям. Во-первых, это уже существующие продукты и услуги, реализованные в новом поколении. Взять, например, LTE Advance. Какая идея стоит за технологией LTE Advance? Просто идея того, как донести до абонента больше данных с более высокой скоростью. Во-вторых, мы видим, что достаточно сильной и активно продвигаемой идеей являются и малые соты. Основная цель этой технологии – как можно более плотно разместить на местности сеть операторских базовых станций и в результате обслужить больше абонентов и доставлять большое количество контента на единицу площади, таким образом, также расширяя полосу пропускания сети. Наконец, третий тренд – повышение интеллектуальности сети за счет внедрения виртуализации облачных решений, перехода к программно-определяемым сетям – CDN. Те железные коробочки, сетевые элементы, которые операторы покупали, может быть, уже не в 2014, но и в предыдущие пять лет, больше не будут иметь такого решающего значения. Операторам предстоит совершить отход от коробочного мышления и перейти к парадигме функционирования и эффективности сети как единого целого, как экосистемы. Это будет гораздо более гибкая и динамичная сеть, чем сегодняшние сети. В ее основе будет лежать динамическое распределение сетевой емкости. Если нам понадобятся дополнительные ресурсы, например, для передачи видео в определенной точке, мы сможем мгновенно подключить и доставить этот сервис. Инфраструктура все в большей степени становится понятием, связанным с IT-процессами, в то время как роль традиционного телекоммуникационного оборудования, такого как коммутаторы, маршрутизаторы и базовые станции, уменьшится. А как насчет голоса, передаваемого по сетям LTE? Это уже сегодняшний день или тренд будущего? Это уже начинает идти в жизнь. В частности, на южнокорейском рынке услуг передача голоса через LTE весьма развита. Позже в этом году мы увидим несколько живых проектов в США, где будет развернута эта услуга. Еще в нескольких странах операторы также вступают в эту игру. Но, что характерно, если мы встретимся и заговорим на эту тему через год, мы не будем говорить о 50 сетях, где реализована передача голоса через LTE. Мы снова будем сужать 5 или 10 сетей, где эта услуга внедрена на коммерческой основе. Но глядя в будущее, можно предсказать, что к 2020 году голос будет передаваться в LTE повсеместно. Можно сказать, что вопрос в том, когда это точно случится, а не случится ли вообще. Это, безусловно, будет важным прорывом в нашей индустрии. Однако проблема в том, что голос и без того отлично передается в существующих сетях. Именно голосовая связь по-прежнему приносит операторам большую часть дохода. Зачем переводить передачу голоса на новую технологию, которая еще не достигла зрелости? Так думают многие операторы, выжидая время, пока наиболее болезненный опыт внедрения со всеми подводными камнями и набытыми шишками не будет обкатан более передовыми товарищами по цеху, а сама технология LTE не станет более зрелой и лишенной детских болезней. Но это действительно, это будет здесь, но это будет здесь для следующего года. Субтитры подогнал «Симон»